всем привет 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 а я вам хочу приоткрыть дверку в мои закромалы и показать сокровища которыми я владею ну очень хотела вам показать немножко натуральных камней которые у меня есть которые я пока не использую потому что у меня нет фурнитуры у меня нет материала с которыми можно было бы совместить старое я не хочу использовать новенького у меня нет да у меня то и старенького уже нет в общем в общем хочу вам похвастаться немножко приоткрыть дверь в мои закрома вот в общем здесь вот у меня синие камушки вот у меня есть вот такой браслет из гавлита вот такой вот он довольно таки неплохо смотрится в общем я не распускаю потому что у меня тоже нет пакетиков которых я бы могла все это хранить поэтому вот она у меня лежит вот так вот все в неразобранном виде в общем вот такие сердечки они немножко своеобразные ну в общем не знаю я пока пока лежат вот такой браслет так есть еще два но там немножко разные да по цвету вот гавлит крашеный в разные цвета вот вот такой браслет вот из таких вот палочек вот такая вот галтовочка палочки да вот ну тоже лежит ждет своего часа дальше есть у меня вот такой камень у меня было три вот два вот подобных два я использовала один остался так дальше вот такой камушек гавлита и вот такой камушек гавлита вот уже они разные по цвету так дальше дальше тоже в каком-то украшении у меня были вот такие белые но белые лежат с белыми я не стал их вынимать вот вот такие вот тоже крестики из гавлита здесь их 6 вот такие вот они я не знаю куда их можно использовать но в общем натуральный камень пусть лежит дальше у меня вот такой браслет это тоже гавлит да и по цвету он нечто среднее между между этим более светлым этим более голубым так дальше дальше еще у меня вот такой гавлит это у меня был браслет браслет с вулканической лавой и вот там были вот такие вставочки в браслет я распустила мне было нужно лава а вот эти вот три камушка я вот так вот и собрала на ту же резиночку на которой на которой был браслет а вот эти камушки я вот сейчас их высыпала я была уверена что это крашеный гавлит а теперь я понимаю что это синий коралл я в камнях не очень разбираюсь но но это синий коралл ну вот синий голубой коралл и я просто несказанно рады просто они потрясающие их можно будет совместить у меня есть красный коралл у меня здесь по моему 61 штука или 51 в общем много ну я вот да вот я собрала их и они такие приличные по диаметру то есть здесь я не знаю здесь на 8 миллиметров ну вот или семь и вот гавлит но он отличается очень сильно отличается вот гавлит да это абсолютно другая песня абсолютно я посмотрела у меня здесь есть такой оранжевый коралл я глянула на него вот он действительно похож супер просто супер я несказанно рада ну вот так же у меня есть сейчас покажу вам свои как они называются янтаря вот это янтарь это моя мама когда-то привозила из прибалтики они были гораздо длиннее но я же девушка изобретательная вот поэтому я его распустила вот с одной вот с этой стороны здесь можно было вытащить ниточку я ее вытащила вот убрала немножко бусин на браслет сделала себе еще браслет я не помню что-то я еще оттуда вынимала не вынимала не помню но это плавленый да вот такой ему форма при придана или нет но какой-то он обработанный не знаю он есть еще здесь внутри еще всякие всякие штучки там вот видны такие прикольные ну ладно в общем ну бусы оказались у моей мамы оба след так и остался в общем в моей прошлой жизни вот а вот эти бусины это бусины магийстве крови это те бусины о которых я вам говорила уже один раз значит эти бусины были собраны на длинную длинную нитку и лежали в коробочке и в этой коробочке стоял какой-то там инвентарно инвентарный номер ну в общем там целая целая история с этим с этим жемчугом что он ой жемчугом господи с этим янтарем что это сделано в в калининграде ну в общем коробочку я выбросила из бусин сплела себе вот я же еще даже не знала как это делается ну в общем так сказать путем методом проба ошибок ну это было очень давно я сплела вот еще пыталась расширить я понятия не имела как это делается ну в общем то в общем то интуиция мне подсказала как это делается но надеть я их так ни разу и не надела потому что как вы понимаете на мою шейку они ну в общем ну никак они большие ну вот носить я их не носила вот они так и лежат у меня еще несколько бусин где-то в испании лежат вот вот от этих бусин там по моему штук 8 или 9 их осталось то есть они мне сюда ну никак не входили вот ну вот тоже думаю не знаю что с ними делать цвет такой у них более оранжевый да вот это не натуральный как он называется это не это пластик это имитация но он очень очень похож на натуральный на натуральный янтарь янтарь очень похож ну вот и поэтому я тоже их приложила сюда вот этот браслет где-то мне в какой-то распаковке попадался вот я это сюда приложила хотя здесь вот есть такие такие моменты вот когда действительно кажется что он натуральный вот здесь по моему даже мошка какая-то внутри плавает хотя может быть он и натуральный я не знаю может быть его надо распустить может быть здесь какие-то бусины есть натуральные какие-то нет не знаю Но вот эта бусина очень похожа на плавленый натуральный янтарь. Очень похожа. Вот эта бусина как-то похожа. Ну, не знаю. Его надо распустить и запустить в соленую воду, попробовать, плавает она или нет. Ну вот, с янтарем у меня, к сожалению, все. Вот мне попались бусы. Вот в них были вот такие бусины. Очень, я понимаю, что это не натуральный, я думаю так. Он не плавает. Хотя, я не знаю, может быть, я мало соли добавила. В общем, вот такой камушек, он очень похож на необработанный янтарь. Поэтому, вот у меня есть такой мешочек, да, сейчас высыплю, покажу. Его довольно много. Вот. Поэтому я его сложила вот к этому янтарю. Он тоже такой легкий-легкий, невесомый. Вот этот материал. Ну, не знаю, посмотрим. Вот. Но мне кажется, можно с янтарем его совместить. Поэтому он у меня здесь лежит в моих, так сказать, сокровищах. Ну, я же говорю, пока у меня нет материала, пока у меня нет никаких вспомогательных материалов, я пока делать ничего не буду, потому что все-таки материал натуральный. Хочется его как-то так облагородить. Ладно, пластик там, который я делаю детский, там и все остальное, то еще такое дело, то можно какую-то и фурнитуру не совсем новую, то есть все. Ну, а здесь хочется уже, чтобы все было прилично на уровне. Вот. Также был у меня еще один браслетик. Я была уверена, что он янтарный, но он тоже не плавает. Вот. Вот такой. А это натуральные. Это были запонки. Я их разобрала. Это были запонки моего свекра. Там куча насекомых внутри. Они старые, это винтажные. Я сейчас пожалела, что я их разобрала. И вот такой вот, вот такой вот материал, похожий на янтарик. Не знаю я, натуральный он или нет, но смотрится он очень натурально. Вот точно так же, как этот, вот точно так же, как этот браслет смотрится. Ну, вот этот я знаю точно, что он натуральный. Вот. Ну, смотрится действительно, но один в один. Не знаю. Будем что-то креативить, когда я получу. А это бусина стеклянная. Но она такого янтарного цвета, она очень похожа. Поэтому я тоже держу все это вместе. Вот. Я, честно говоря, хотела сделать очень колье. Ну, у меня же немного материала, да? Я хотела сделать колье на бисерной сетке. Вот как делает Шура Хэнс. И вот у меня попадались бисеры. Бисера. В общем, бисер. Вот такой разный. Он практически одинаковый по цвету. Он немножко разный по диаметру. Поэтому в разных мешочках. Вот. И вот такой коричневый бисер. Янтарный прямо. Ну, вот. А это бусинки маленькие. Тоже вот они имитируют бисер. Жемчуг. О, Господи, жемчуг. Янтарь. Вот. Ну, в общем, это я храню до лучших времен. Конечно же, я с этим что-нибудь сделаю. Я придумаю что-нибудь. Но мне нужны материалы. Нужно получить материал. Потому что... Ну, в смысле материал. Фурнитуру. Шнур. Тросик. Вот. А также мне попались вот такие предметы. Предметы это следующие. Это брошь. Это брошь винтажная. Она, не знаю, видно, не видно. Вот. Она моне. Вот. Эти броши сейчас, ну, довольно-таки дорого стоят. Я смотрела в интернете на разных сайтах. Вот такая брошечка. Вот именно не такая, а именно вот эта брошь. Она стоит от 25 евро и выше за брошь. Так. И вот такая брошь. Я не могу выговорить название целиком и полностью этой фирмы. Вот. Она длинная. Но на самой... Сейчас я покажу. Но на самой броши написана аббревиатура этой фирмы. А. Энд. Ц. Си. Вот. И это у них серия Мишки Тедди. Значит, вот у меня вот такой Мишка Тедди. Значит, он воротничок. Вот здесь стразики. А, да. Броши позолоченные. Броши покрыты золотом. Настоящим. Это брошь тоже позолоченная. Значит, он в галстуке. Галстук здесь тоже со стразиками. Ну, не стразики. Здесь фианиты. Они переливаются. В глазках у него красные камушки стоят. Он тоже позолоченный. И вот этот Мишка Тедди, в зависимости от состояния, стоит тоже от 25 до 55 евро за одну брошь. Ну, то есть это тоже, можно сказать, практически сокровище. Ну, в общем, попалась, купила. Вот. Вот такие вот у меня есть. Вот такие вот штучки. Это винтаж. Это все сделано до 2000 года. И вот этот Мишка, я не знаю, как эти тюльпанчики, но вот этот Мишка, он, было написано следующее. Ну, в общем, 50-е годы. В общем, вот этот Мишка 50-х годов. А вот это вот, не знаю, надо посмотреть в интернете. В общем, вот такая вот, вот такая вот милота. Да. И хотела еще вам показать, ну, сокровище, не сокровище, но я тоже. Я же, я же собираю, я же не могу купить сразу, пойти, допустим, и купить то, что мне нравится, да? А я должна немножко, немножко подкопить, немножко подсобирать, немножко, в общем, в общем, для того, чтобы что-то сделать, я должна насобирать бусины. В общем, попался мне, это были какие-то страшненькие бусы, я даже не показывала их в распаковках, ничего. В общем, цепочка какая-то там была, еще что-то. Ну, в общем, вот такое сердце. Здесь вот стразики, оно такое красно-зеленое, здесь эмалька, вот, и с этой стороны эмалька. Оно очень интересное, это сердце. Мне оно понравилось, мне не нравятся вот эти вот подвесочки, но я их пока не трогала, я потом посмотрю, что я сделаю с этими подвесочками. И мне это сердце очень напомнило технику, это не клазаны, но напоминает очень технику клазаны. И я подумала, что можно будет совместить в одних бусиках. В общем-то, вот у меня насобирались вот такие бусины клазаны, сейчас я вам покажу. Конечно, превалируют черные, вот, это черные бусины, вот, выполненные в технике клазаны, вот, с такими вот цветочками. Они довольно крупные, здесь, наверное, 12 миллиметров, 11, ну, я не знаю, ну, больше сантиметра они в диаметре. Вот такие вот бусины, это металл. Вот, вот такие бусины. Значит, и еще, да, вот еще одна черная, и еще из черных, вот у меня есть две, вот таких вот продолговатых. Но рисунок у них совершенно одинаковый у всех. Вот такие две продолговатые черные бусины, но и это еще не все. У меня есть еще две, вот таких вот совершенно малюпусечки. Они были в детских бусинах, я вам показывала в распаковочке. Они точно такие же, но они совершенно крошечные. Они, наверное, 4 миллиметра или 5, не знаю, очень маленькие. Ну, вот они тоже черные бусинки клазаны. Так, а вот у меня другие бусины клазаны. Значит, здесь у меня вот такие продолговатые бусины зеленые, одна кругленькая, и вот такие бочоночки зелененькие. И три вот таких вот больших, здесь, наверное, 15 миллиметров они. Значит, они у нас золотого цвета. Ну, рисунки у них подобные, у всех рисуночки подобные. Вот у всех этих бусин подобные рисунки. У меня еще была синяя бусина, вот такая вот, только поменьше. Я ее использовала в браслете, когда делала браслет летнее утро. И в серьги там, но там немножко другой формы. Там тоже было две бусины клазаны в синем цвете. Ну, в общем, это долго, я не знаю, за 2 года я накопила вот столько клазаны. И еще у меня есть вот такая прекрасная вазочка, которая сделана тоже в технике клазаны. Вот я ее, конечно же, купила в секонде. Вот такая вот она красивая. Но здесь, конечно, можно получше рассмотреть. Хотя цвета, да, вот розовый цвет, он совершенно подобный. Вот совершенно подобный вот этому розовому цвету. Вот на бусинках и на этой вазочке. Ну, вот, ну и в принципе даже узоры, вот они похожи. Вот цветочек, цветочек, листики. В общем, похожи. Вот такая вазочка. Мне она очень нравится. Вот, я ее когда увидела, решила сразу, все, беру. Вот, ну и купила, конечно же. Вот такая красота. Вот, ну, на этом эту часть мы закончим. Вот. Всем огромное-огромное спасибо за просмотр. Пишите комментарии. Ставьте лайки, дизлайки. Подписывайтесь, если вам интересно. Поддержите меня, пожалуйста, с вами подписками. Ой. Вот, а всем вам желаю всего самого-самого наилучшего. Все, всем пока-пока-пока.